Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня Великая Пятница. Сегодня совершается, опять обращу свое внимание, на уникальность тех богослужений, которые сегодня совершаются в храмах Православной Церкви. Это и часы, это и вынос плащаницы, это и погребение плащаницы. Все это служится один раз в год в пространстве Страстной Седмицы в Великую Пятницу. И сегодня за богослужением на самом деле и на часах читается довольно-таки много отрывков из Нового Завета, из Евангелия, из, соответственно, апостола. Там послание к Галатам, послание к евреям читается. Но я хочу обратить ваше внимание сегодня на еще один отрывок из апостольских чтений, который читается на вечернее. Это первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, первая глава стихи с 18 до конца главы, и вторая глава, первые два стиха. Вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Ибо слово о кресте для погибающих юродства есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрая Божия премудрее человеков, и немощная Божия сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрая мира, чтобы посрамить мудрых. И немощная мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатная мира, и уничиженная, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Великая Пятница. Сегодня мы созерцаем Христа на кресте, мы его погребаем и полагаем во гроб. Во гробе Плотски, да, во одеже с душей, яка Бог, во рейже с разбойником, и на престоле было си Христе, с Отцем и Духом, вся исполняя неописанной. Одно из текстов, которые мы читаем за Божественной Литургией, указывающих нам на премудрость креста Господня. И сегодня, действительно, мы созерцаем с вами крест Господень, мы говорим о кресте, мы говорим о распятии Христа на кресте и о том, что крест есть краеугольный камень нашего спасения. И вот если так задуматься, то очень часто мы можем видеть, как люди, не понимая Христа, пытаются проникнуть в эту тайну с внешней стороны церкви, не изнутри церковного опыта, не изнутри церковной парадигмы, а и из внешности. И ищут там какую-то философию. Называют Христа великим гуманистом, кто-то называет его социалистом, кто-то говорит о том, что это был потрясающий, замечательный человек-философ, но не более того. И пытаются найти какую-то философию, и находят ее, но ровно до того момента, как Христос умирает на кресте. И не видят за этой смертью, если они принимают, что в этом есть какой-то смысл со своей точки зрения, они не видят в этом ничего того, что видим мы с вами. Если видят что-то, то видят что-то такое, знаете, что-то из мелодрамы, знаете, героическая смерть. Вот не больше того. Но, простите, мы знаем, и Отечество наше, да и любое так или иначе Отечество знает примеры героизма. Полно примеров других в истории, и в мифологии, и в истории человеческой. Полно примеров вот такого героизма. Но мы не можем сопоставлять это с Крестом Господним. Это больше, чем простая героика. И в это нельзя проникнуть просто разумом. Одни ищут чудес, одни ждали от Христа и ждут вот от такого гения, философа, решения всех земных человеческих проблем, такой мудрости, которая здесь и сейчас решит все проблемы. О чем и говорит апостол Павел, что слово о Кресте для погибающих юродство есть, это глупость для людей. Вот они все почитают Христа только до того момента, до момента распятия. После этого он становится непонятным им. Для одних это юродство, то есть глупость, а для других безумие. А для нас с вами это сила Божия. Когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, а эллины ищут мудрости. Для одних спаситель мира должен быть чудотворец, великий полководец, который освободит, который мертвых воскрешает, больных исцеляет. Идеальный полководец. Он сможет всем обеспечить вот это, знаете, социальное государство, где люди не будут болеть, не будут умирать, и все будет замечательно в рамках этого падшего греховного мира. Никакого внутреннего изменения, никакого небесного царства. Они ждут чуда, они ждут чудес, поэтому Христос должен был сойти со креста. Они это прямо и говорят, мы знаем это в евангельском тексте. Другие ждут мудрости, ждут какой-то глубокой философии и находят ее в словах Спасителя до креста, а потом непонятно происходит. Рушится любая логика, с какой стороны ни посмотри. Для тех, кто ищет чудес и для тех, кто ищет философии, какой-то вот такого тайного знания, которое всех всему научит. Мы говорим о другом. Мы с вами вот в эти дни поклоняемся кресту Господню. Мы не ищем с вами ни чудес, мы не ищем с вами ни этой мудрости эллинской. Для нас крест — это сила Божия, это явление силы небесного царства. Мы знаем порой, что мы чего-то не понимаем. Мы не можем проникнуть в тайну Божию и со смирением просто припадаем ко Христу. Припадаем ко Христу, распятому на кресте. И не требуем ни чуда, ни мудрости. Но мы сострадаем Ему. И мы молимся и благодарим Его за подвиг нашего спасения, искупления. В совокупности всего домостроительства нашего спасения. Поэтому мы проповедуем Христа распятого. Для одних соблазн, для других безумие. А для нас спасаемых — это сила и премудрость Божия, непостижимая человеческим разумом. «И когда я приходил к вам, — говорил апостол Павел, — приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости». То есть он, апостол Павел, ведь что, почему они стали христианами, коринфяне? Не потому, что он сказал какую-то замечательную мотивационную речь. Не потому, что он открыл какую-то тайну мира. А потому, что он открыл им опыт Христа распятого. Через распятие мы познаем истинность церковного бытия. Через Голгофу признаем. Мы не стремимся освободиться в этом мире от скорбей. Но мы следуем за Христом и принимаем добровольно, со смирением, исполняя волю Божию. Все скорби этого мира. Поэтому, говорит, я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и при том распятого. Действительно, мы спасаемся Христом. Распятым Христом. И здесь действительно домолчит всяка плод человечея. Мы не можем всего этого познать, мы не можем все это воспринять. И только в тишине молитвы, соборной молитвы, именно в пространстве Страстной Седмицы, мы приближаемся к таинству нашего спасения. Когда мы умолкаем пред Богом, не в силах что-либо сказать, созерцаем наше спасение на кресте. Когда владыка мира обнимает нас на кресте распростертыми объятиями. Мы знаем, будет спасение. Мы знаем, будет воскресение. И мы благодарим Бога за это. Сейчас мы умолкаем, чтобы принести благодарность Богу за наше спасение. Поэтому сейчас мы обращаемся к Нему в молитве и созерцании. Созерцание великого подвига нашего спасения. И мы должны, как и апостол Павел, предпочтеть ничего не знать, а только Христа и при том распятого. За наши с вами грехи. Поэтому не отчаивайтесь и не унывайте. Благодарите Бога и молитесь, помня о том, что когда мы более всего обращаемся к Богу, а когда читаем Писание, Бог с Его страницы обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взялся великолепие Твое, превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...